Садитесь, пожалуйста. Ребята, скажите, пожалуйста, а какой праздник нас ожидает? Новый год. Новый год. Скажите, а чем Новый год отличается от других праздников? А вы знаете, что под Новый год случается самый важный? Необычное приключение. Вы, наверное, смотрели очень много разных историй. Да, Новый год. Так вот, сегодня мы, наверное, тоже с вами пойдем в одно необычное приключение. Вы готовы к ним? Да. Готовы. Ребята, посмотрите, я как чувствовала. К нам пришла почта. Как вы думаете, от кого? От Деда Мороза. Правильно. Дед Мороз, Великий Узбек. Первый Б класс. Посмотрим, что же он нам написал. Письмо настоящее, с печатью. Все подтверждено. Дорогие ребята, в стране математики большие неприятности. Пропали податки. Сам не успеваем. Помогите. Будем помогать? Да. Будем. Посмотрите, вот уже у нас заведены ворота в страну математики. Видите? Да. Да? Пойдем в страну математики? Да. Да, молодцы ребята. Собираемся в путь. Что же это такое? Нашу дорогу замело большими снежинками. И так как мы идем в страну математики, снежинки у нас непростые. И посмотрите, они ваши столы замели. Переверните листочки. Смотрите, снежинки. Замели всю вашу дорогу. Не можем мы пройти в страну математики. У всех снежинки есть. Всем замело. Открепляйте, не бойтесь. Снежинки. Вот они нам мешают вам пройти. А снежинки у нас непростые. А какие? Что на этих снежинках вы увидели? Кто знает, что это? Что это такое? Значение суммы. Значение разности. Еще что такое? Что это? Только вычитаем. А все умеете этому как назовем? Кто знает уже? Как? Примерно. А еще? Это мечтание из-за мужчины. Правильно. Это мечтание из-за женщин. И все эти слова, которые вы называли, это называются компоненты действия, вычитания и сложения. Сейчас мы должны разобрать все эти снежинки и разложить их по сугробам. Найдите все ваши сугробы. Сошли? Снежинки, которые относятся к действию сложения, вы помещаете в сугробе со знаком плюс. Плюс снежинки, которые относятся к действию вычитания, в сугроб со знаком минус. Если вы не знаете этот компонент, не знакомы с ним еще, то вот в этот свободный сугроб, которым нет никакой надписи, приготовились? Разбираем их снежинки. Разбираем их. Разбираем их. Разбираем их. Продолжение следует... 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 Действие вычитаемое с разными значениями разностями, решаемой слагаемостью. Ребята, что в вашей группе случилось? Сможете вы пройти? Что перепутали? Сами исправите? Семен, что исправить нужно? Группа, помогаем. Кто? Слагаемое. Куда слагаемое мы должны внести? Действие? Действие. Сложение. Внимательнее надо быть, а то мы так и не дойдем до ворот в математике. Садитесь у нас, пожалуйста. И последнее. Слушай, что вы внести? Действие сложения. Значение слагаемое, слагаемое. Молодцы. Хорошо. Расчистили всю дорогу. И теперь мы можем смело открыть ворота в сторону математики. Не открывается, ребята. Смотрите-ка, никак. Дорогу расчистили, а войти в ворота мы не можем. Наверное, есть какая-то еще загадка. Посмотрим внимательно. Ничего необычного не замечаете? А что это? Кто знает, что это такое? Что это такое? Что это еще разница? Согласны, ребята? Да. Как бы показывали. Дочками можно показывать смело, да? Разница разницы. Дед Мороз нам отправил ключ к воротам математики. Чтобы нам войти в эти ворота, мы должны разобраться с этой разницей. Мы очень хорошо сейчас поработали и разложили все компоненты по своим сугробам. Значит, вы уже все-все-все хорошо знаете, как называются компоненты действия вычитания. Скажите, ребята, пожалуйста, как называется компонент, который стоит на первом месте действия вычитания? Скажи, пожалуйста. Восемь. Это число восемь. А как мы его назовем? Действия как? Уменьшаем его. Хорошо. Кто согласен? Кто не согласен? Нет, не согласен. А теперь такой вопрос. А почему уменьшаем его? Почему? Потому что его уменьшают. Уменьшают. Тот чисел. Тот чисел. Еще? Капутицы. Потому что он такой большой, что его надо уменьшить. На три числа. Хорошо, еще. Его можно уменьшать, потому что это только 8, а на три нельзя уменьшать 8. На три нельзя уменьшать 8. Хорошо. Давайте с вами посмотрим, откроются ли у нас сейчас ворота, когда мы назвали это число. Одна створочка открылась. Что мы здесь увидели? Уменьшаемая. Уменьшаемая. Значит, этот компонент мы назвали абсолютно верно. Давайте еще раз назовем. Уменьшаемая, потому что мы уменьшаем это число. Кто знает, как называется второй компонент? Вот стой в руку, девочка. Уменьшаемая. Хорошо. А почему вычитаем это? Почему? Потому что мы его вычитаем. А еще по-другому как скажем? Вот как мы что-то отняли. А еще по-другому. А мы не выбираем, потому что он сейчас слабый, потому что мы его вычитили. Хорошо. Еще есть ли варианты? Ну и такие варианты, возможно, и случаются у нас. Давайте еще раз скажем. Этот компонент вычитаем. Потому что мы его вычитаем. Посмотрим, откроет ли математика нам вторую створку дверей, чтобы мы смогли пройти. Теперь, смотрите, что мы здесь увидели? Ничто. Правильно мы назвали этот компонент? Какие молодцы! Абсолютно верно мы назвали этот компонент. И двери в страну математики теперь для нас открыты. И мы можем смело отправляться в путь. И от самых пород мы видим математическую дорожку. Посмотрите, у вас у каждого на столе лежит точно такая же математическая дорожка, которая ведет к елочке в стране математики. У вас эта дорожка на вашу пару, на два человека. Нашли? Нашли. Молодцы. Ну, посмотрите, ребята. Оказывается, по дороге в стране математики к нашей волшебной елочке у нас ждет... Кто тут живет в таком домике? Кто? Баба Яга. Баба Яга. И делает что-то доброе. Ну, такой вот у нее характер. Так вот, и нам Баба Яга помешает. Тем, кто очень быстро бежит по дорожке, впереди всех, она их отлавливает и дает самое сложное математическое задание. Как вы думаете, мы сможем ее отлавливать? Да. Сможем. Послушайте внимательно. Когда вы пробежите по дорожке, один из вашей пары сможет подойти и взять у Бабы Яги задание. Прямо у них в домике. И так же парой это задание вы получите. Приготовились бежать? Ну, подождите, подождите, ребята, посмотрите, как. А тут что-то нам написано. Наверное, не просто мы побежим-то. Чтоб на дорожке не пропадать, правила надо всем соблюдать. Девочки выберут пусть вычитаемое, мальчики ходят по уменьшаемому. Девочки, возьмите красный карандаш, а мальчики синий. И на своей дорожке девочки красным цветом выделяют вычитаемое, а мальчики выделяют уменьшаемое. Побежали? Побежали. 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 Молодцы. Так, движешь сразу, выделяешь на большой дорожке. Давайте, давайте. Побежали. 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 Да. Нет. Да. Кто сделал, поб nephew, берем задание, не бойся. Прибежали быстро задание, взяли побой и бегом его выполнять. Продолжение следует... 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 Или не добежать. Молодцы, ребята. Посмотрите, пожалуйста, выберите ту линейку, каким цветом вы работаете. Девочки выбирают красный, мальчики выбирают синий. Мы проверим сейчас. Уже готовы проверить? Нет, не готовы. Слишком торопились, не могут себя ребята проверить. Мы проверим себя по большой дорожке. Я внимательно посмотрела, и вот по этой дорожке ребята у нас пробежали абсолютно верно. Я сейчас попрошу, помоги мне, пожалуйста. Мы поднимем вот эту дорожку. Поднимаем с этой стороны. И мы проверим свои ответы, то, что вы у себя выделили вот с этой дорожкой. Если вы сделали точно так же, то на своей волшебной линейке вы поставите крестик, там, где цифра 0. Если вы допустили одну ошибочку, то там, где цифра 1. Если вы два раза наступили неправильно, то там, где цифра 2. Если вы три, то там, где цифра 3. А если 4, то там, где цифра 4. Оценики, пожалуйста, добежали вы до елочки или застряли по пути. Идите, мы осадим. Вы себя проверили? Проверили? Да. А с заданием Бабы и Ивы справились? Да. Все справились? Да. Смотрите, сверьте свою работу с работой, которая у нас на доске. Молодцы. Поднимите, кто хорошо добежал без единой ошибочки до елочки. Кто хорошо добежал? Какие молодцы. А кто немножко ошибся, ничего страшного. Мы с вами в какую страну пришли? Математики. А в стране математики мы обязательно будем еще больше узнавать о компонентах действия вычитания. А вы не заметили, что стало холодать? Да. В стужу, да, какая-то началась? Нет? Нет. Мне кажется, холодно со сердца. Да. Это Баба-Яга. Я знаю. Она всегда научит стужу, когда дети делают ее задание. Сердце она. Да? Задание было сложное, а вы справились. Давайте мы с вами согреемся. Хорошо? Вставайте. Я вам буду показывать, как мы будем согреваться, а вы за мной повторяйте. Хорошо? Да. Хорошо? 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нашли состав вашего подарка? Нашли. Конфетки нашли рядом? Нашли. Вот они конфетки, отрезанные такие. Сейчас мы будем по этому составу собирать подарок. Я вам буду немножко плановать. Буду читать, какие именно конфетки вы должны будете брать. А вы будете отрывать эти конфетки и приклеивать на то место, где они должны лежать в подарке. Договорились? Будьте очень внимательны. Первая конфетка. Уменьшаемая 7, вычитаемая 3. Найдите эту конфетку. Уменьшаемая 7, вычитаемая 3. Отрывайте, не бойтесь, отрывайте. И быстренько ее у нас в подарочек. Вторая конфетка. Уменьшаемая 2. Уменьшаемая 5. Вычитаемая 2. Уменьшаемая 5. Не бойтесь, быстренько. Думайте. И складывайте вторая конфетка. Нет, почему не отправляешь? Следующую вот здесь берешь. Следующую. У вас уже должно быть 2 конфетки в подарочек. Вычитаемая 2. Уменьшаемая 5. И последняя конфетка. Уменьшаемая 4. Вычитаемая 1. Вычитаемая 5. Уменьшаемая 4. Вычитаемая 1. Сложили конфетки в подарок. Молодцы. Но мы же должны положить подарки, в которых именно нужные нам конфетки лежат. Правильно? Сейчас мы с вами возьмем простой карандаш и найдем значение разности. На этих конфетках пишем равно и находим значение разности. Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь посмотрите на обратную сторону коробочки. С той стороны у вас написаны правильные ответы. Сверхте, полученные вами ответы с правильными. И вы узнаете, правильно ли вы собрали свой подарок. Волшебный колокольчик напоминает нам, что нам нужно двигаться дальше. И нам нужно обязательно сейчас вводить свои подарки в волшебный паровозик. Вы посмотрите, на паровозике на каждом вагоне есть какая-то надпись. Вот сейчас свои подарки. Те, кто сегодня только познакомился и только первый раз узнал о компонентах действия вычитания, об уменьшаемом вычитаемом, свой подарок приклеит на вагончик, где написано «узнал». Те, кто уже знал раньше и сегодня закрепил свои знания, уточнил, стал знать еще больше. Он приклеит свой подарочек в вагончик, уточнил. А те, кто еще не уверен, что он хорошо знает эти компоненты, кому еще нужно поработать с учителем, больше узнать о них, кто приклеит свой подарок в вагончик «хочу спросить». Приготовьте себе свой подарок. Только подарок. Я сейчас выбираю вашу группу, и вы только те ребята, кто находятся в группе, подходите сюда. И я вам обязательно помогу прикрепить ваш подарок. Вот эта группа, бегом по мне. Сядься, вся группа, бегом, бегом. Куда? Приклеивайте. Куда? Бегом, бегом, бегом. Увереннее приклеивайте, приклеивайте. Следующая группа, за ними сидит, вот это бегом. Готовится. Здесь третья группа. Бегом, 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 бегом. Походите уже. Следующая группа готовится. Вы готовитесь пока. Хочешь спросить? Вы можете говорить, куда я вам помогу прикрепить? Все. Кто прикреп, куда? Тоже выточнили. Сколько много ребят, чтобы вы знали. Куда тебе? Тоже сюда выточнили. Следующая группа. Следующая группа. Бегом. Готовится. Первая группа. Первая группа. Хорошо. Чего хочу спросить, уточнил, узнал. Следующая группа. Первая, бегом. Вторая группа готовится. Последняя группа выходит. Девушки. Девушки. Какой большой большой волос случится подарка. Дальше. Дальше. Молодцы, ребята! Посмотрите, мы собрали полный паровозик с подарком. И все жители страны математики очень и очень рады. Будут? Да. Но мы знаем, что Новый год это такой праздник, когда никто не остается без подарков. Но в стране математики приготовили подарки и для вас. Как вы думаете, где они здесь спрятались? Где его? В избушке. Вы туда все заглядывали, там были задания, вы бы иди. Вот, где с избушкой? Нет, там, нет, там вы бы и га, у нее свои козни. Где? Под этой, самой под избушкой, где курят. Нет, у бабы иди только козни. Она только стужу умеет и сложные задания задавать. Где? Не зря же она здесь стоит. Посмотрите, каждая елочная игрушка – это подарок для вас. Но так как мы находимся в стране математики, то в качестве подарков жители математики приготовили для вас задания, которые вам помогут лучше узнать компоненты действия вычитания. Возьмем себе такой подарок? Да. Возьмем. Давайте по очереди. Первая группа. Бегите сюда за подарками. Давайте сверху, мы еще немного помогаем, хорошо? Можете сами подкрутить, внизу убрать. А может, сверху дать, да? Бежит. Берите, не поймите, заберите себя, снимайте. Следующая группа, бегом в канале. Чтобы получили свой подарочек, садитесь на место. Нет, это не вы. Ну, давайте, снимайте, снимайте уже, я пришла. Все, что-то. Снимайте, снимайте, снимайте. Снимайте, снимайте, надо, пусть не мешает. Смелее, если не лей. Давайте рассвету, царапой, красивую. Следующая группа, койшу, показать, ты купил. Бегом, 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 доходимся. Работа, тебе себя с радостью надо. Спасибо. 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 Следующая группа, бегом. И последняя группа, бегом, заходи. Что нам сказали жители страны математики? С Новым Годом, ребята! С Новым Годом, ребята! Чтобы вернуться нам с вами сейчас назад в класс, давайте поднимем все наши волшебные шарики, помашиваясь на площадку. До свидания, страна математики. Мы к тебе обязательно еще вернемся. Спасибо, ребята. Мне было очень и очень интересно с вами работать. А эти задания вы обязательно, обязательно выполните. И шарик вам остается в память о таком необычном приключении, которое случилось прямо у нас на улице. Спасибо.